Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Пожар! Какой пожар? Алло? Пожарная? Улица Героев Сталинграда, 38. Да-да, Героев Сталинграда. Сосед наш горит. Игорь Бешко, хозяин квартиры. Преподаватель кафедры истории СССР Днепропетровского государственного университета. Сильно обгорел, доставлен в реанимацию. Спланированный поджог. А, дело о хитроумном поджоге? Угу. Что думаете? Ну что, вариантов два. Либо попытка суицида, либо хотели убить и скрыть следы. Ну, знаете, иногда скрывая следы, можно так наследить. О! Ого! Ну и разгром. А ты точно уверен, что это по моей части? Дим, ну ты же меня знаешь. Я зря не звоню. Парень у нас там. Так? Возгорание плиты взрывообразное. Это не газ. Сила взрыва слишком слабая. А тут у нас что? Шарик, что ли, воздушный? Прямо под ним сковорода с раскаленным маслом. Трубка из шарика. Вот, кстати, целая часть от нее. Принайтована к крану. Ну и что это значит? Дим, ну ты что, когда пацаном был, никогда бомбочки не делал? Рогатки, дротики, самострелы. Таков был арсенал малолетнего советского хулигана. Бомбочки – самое безобидное оружие. Их делали из бумаги. Но чаще водой наполняли воздушные шарики или украденные у родителей изделия номер два – презервативы. В шарик помещалось несколько литров воды, так что бросали их обычно из окон и балконов. Для прицельного метания в школе или во дворе использовали более компактные напальчники. Шарик лопается. Вода в раскаленное масло. Забрызганно все до потолка. И напарник, кстати, тоже попало. Это не шарик. В шарик почти ведро воды влазит. Он бы тут загасил все. Напальчник разве что. Буслова, как вы думаете, это может быть попытка суицида? Нет, самоубийство здесь исключено. Послушайте, ребята, вы хоть что-то не трогали здесь из вещдока, а? Почему исключено? Дверь снаружи закрывается на два ключа. В верхнем замке ключ сломан. Убийство? Покушение. Трогали? А как же? Мы как только потушили, сразу сели кирять. Там в соседней комнате, кстати, бутылка кагора. Годичные давности открыты уже давно. Ну, ты можешь пить, конечно. Так, граждане. Кто из вас знал лично пострадавшего, что это был за человек? Давно здесь живет? Игорь, тут полгода как поселился. Тихий, нормальный. Ага, тихий, нормальный. Напился, курил, а сигарету забыл потушить. Вот так и запишите. Он не пил и не курил. Ага. А чего же тогда он, это самое, не двигался, как все загорелось? Я в бинокль видел. Бинокль, значит. А чего это ты, козелок, на чужие в бинокли разглядываешь? Брейк, брейк. Хватит уже на сегодня жертв. К нему ходил кто-нибудь, женщины? Да была одна, но давно не видно уже. Так, мы закончили. Пальчиком не ждите. Работа чистая, в перчатках. Вот, нашли пролетом выше, на лестничной клетке. Отпечатки к явно оставил, когда их снимал. Значит так, перчатки и рюмки отправьте на экспертизу в первую очередь. Может быть, во второй? А вот эту вот в первую. Нашла под креслом комнате, куда огонь не добежал. Авторучка Паркер с золотым пером. Гравировка ИАР-40. Может, инициалы? О чем задумывались? Да вот. А, Паркер. Да-да. Во времена моей молодости, такие продавали в комиссионных магазинах. С войны привозили, союзники дарили. Потом моряки. Но это новое. Вообще не понимаю, почему криминалист решила, что Паркер такая сильная улика. То есть? Нет, ну я понимаю, что вещь дорогая, не по чину и не по карману обычному преподавателю. Но все же рюмки-то и пальчики на перчатках гораздо ближе к преступлению. Паркер – вещь красивая, криминалист – женщина. Какой-то женский подход. Не стоит. Не надо недооценивать женщин. Да я не это имел в виду. Обиделась. Дожили уже на кафедре шмонайте. Здравствуйте, Александра Ивановна. Ой, от кого это? Это не от меня, это вот воздух здесь небогат на ароматы. Вы извините, у нас праздник был, еще не убрали. Гринева Ольга, секретарь кафедры. Для вас просто Оля. Так, вернемся к делу. Бешкова в реанимации, мы отрабатываем ближний круг. Предположения есть? Соображения такие. Гостя или гостей хозяин встречал сам, скорее всего, Пеликогор, значит, знакомые. Мы решили начать с кафедры. Простите. Вот стол Бешко, ящики взломаны. Ну и самое интересное, стол протерт. Это с утрата. Ну, пару отпечатков осталось. Осталось. Вы знаете, вот здесь вы как раз-таки промахнулись. Ящики уже давно сломаны, а на стол вчера бутылки с вином ставили. Одна прокинулась, ну, я и протерла. Вот так, мегре. Не ищи ЧП там, где его нет. Ой, ЧП у нас тоже было. Правда, небольшое. Бешко вчера перебрал лишнего. А что отмечали? Сорокалетие научной деятельности нашего завкафедры. Рудакова Ярослава Васильевича. Бешдок. Значит, мы на правильном пути. Давайте-ка, Ольга... Просто Оля. Да, опишите, пожалуйста, все подробно. Что учудил Бешко? Ну, Рудаков запланировал целый банкет. Не для нас, конечно, для публики посолидней. Но для нас вчера здесь накрыл. И позвольте от всех нас вручить вам этот скромный подарок, в котором вы напишите ваши лучшие труды. И поцеловать. Я тронутый. Я так тронутый. Тронутый. Наш профессор тронутый. Слушай, а чего это с ним? Вроде не пил никогда. А сегодня? И дальнейшая публикация в столь солидном издании. Да какие публикации? Ну, ты же голый. Наш король голый. И скоро всем твоим публикациям цена будет... Успокойся, иначе я тебя успокоен навсегда. Академиком хочет быть. А у меня есть книга, она тебя похоронит. Будешь не академик Рудаков, а академик Дураков. И что потом? Потом Бешко протрезвел немного и приходил прощения просить у Ярослава Васильевича. Тот, понятное дело, простил его. Как раз непонятно. Такие оскорбления при всех? Ну, они же почти родственники. Бешко чуть не женился на дочке Ярослава Васильевича Гале. Вот они вчера стояли, разговаривали и ни с того ни с сего снова за грудки. И что? Ну, растащили как-то, пьяного Бешко домой отправили. А профессор Дур... Рудаков? Успокоился немного. Около часа с нами побыл, а потом поехал на главный Сабантуй. Знаете? Да, это наш подарок от кафедры. А выходит, Рудаков был в доме Бешко? Проверим. А может, я с вами поеду? Покажу заодно, где Ярослав Васильевич живет. Здравствуйте. Нам бы с профессором Рудаковым. Ой, простите, он не очень в форме. Можете завтра? Не можем. К сожалению, неотложные вопросы. Ну, если так, вы извините, вчера немного перебор. Я Галя, дочь Ярослава Васильевича. А это жених мой Владлен. Пап, кто? О, Галя. Рюмочки гостям. Спасибо. Нет. Ну, если нет, тогда чай, конфеты. Чёртова, артрит. Угощайтесь, они с ликёром. А вы, собственно... Вчерашнее ЧП на кафедре. Так. Ерунда, я уже и забыл. Это Бешко. Мелочь. А гонору. Находка века у него. Ну, выпили, повздорили. Ну, не стоило милицию беспокоить. Ну, вообще-то стоило. Бешко вчера пытались убить в квартире. Убить? А я здесь при чём? Вы же не думаете, что я причастен к этому? Да и как? Он уехал, а я в ресторан поехал. Это моя? Подарок кафедры. Нашли в доме Бешко. Нет. Нет. Не может быть её нет. Приводите себя в чувство. Через полтора часа жду в прокуратуре. Адрес знаете? Хорошо. Разберёмся. Где мы пошли? Пошли. Дима, ты что, опять сорвался? Да что там того ликёра, не слёзы. Товарищи, вы удостоверение забыли. Я говорю, удостоверение забыли. Да нет, моё при мне. Не моё. Простите, это я такой трюк придумал. Хотел вам нечто важное сказать. Тэ-тэ-тэ. В общем, это я отвозил профессора после пьянки на кафедре. Но в ресторан Рудаков не поехал, а поехал совсем в другую сторону. В парк Сосинки. А там, да, дома Бешко рукой подать. Зачем? Сказал пройтись подышать. Но я тоже думаю, зачем. По дороге в ресторан тоже есть парк. И по поводу стычки. Не такой уж и вздор нёс, Игорь. А у меня есть книга, она тебя похоронит. Будешь не академик Рудаков, а академик Дураков. Велесова книга. Страшно, профессор? Ничего, скоро лопнешь. Как мыльный пузырь. Если то, что Игорь говорит, правда, то это была бы бомба. Публикация книги, она бы похоронила Рудакова. Он ведь яра её критик. А что это ты без пяти минут тестья сдаёшь? Зак, я просто порядочный гражданин и кандидат в члены партии. И вообще-то я бы подписку давал с органами сотрудничая. Не те мы органы Вайтынка, не те. Как-то вы говорите, книга называется Велесова. Это фамилия автора Велесов? Историческая справка. В 1919 году полковник добровольческой армии Изенбек нашёл в разграбленном имении старинные дощечки с загадочными письменами. Эту будто бы древнерусскую книгу назвали по имени одного из богов – Велесовой. Вроде серьёзные исследователи считают тексты книги и мистификации. Алла Матвеевна. Алла Матвеевна, хотел бы извиниться. За что? Ронечка вывела на подозреваемого. Криминалиста, казалось, права. Это вы про Рудакова? Да. Появление настоящей Велесовой книги означало крах его карьеры. Так что у него мотив. У него будущий зять, подлец. Да нет этой книги. Нет. Чушь собачья. Ну ладно, я не учёный. А как быть с показаниями Вайтенко? Скотина этот Вайтенко. Если бы не Галя, его бы ноги в моём доме не было. Ярослав Васильевич, я хотел обсудить... Не заводи опять свою шарманку. На правах родственника карьерные вопросы решать. Так я ведь не о себе. Я о Гале думаю. Вы сами посудите. Одно дело младший научный сотрудник, а другое доктор наук. И зарплата другая. И... Если моя дочь, дура, решила связаться с тобой, так пусть и расхлёбывает сама. А вот и снова я. Значит, не помогли будущему зятю? Конечно нет. Как учёный он ничтожество. Он археолог, копатель. А вот это его жалкая месть. Так, стоп. Вы нам сказали, что поехали с кафедры прямо в ресторан. А он говорит, в сосенки. Кто из вас врёт? Я неправильно выразился. С кафедры, не заходя домой. А он не врёт. Я ездил в сосенки. Зачем? Ну, это... По личному делу. И я не хотел бы с вами это обсуждать. В Днепропетровске совершено покушение на преподавателя кафедры истории СССР Днепропетровского государственного университета Игоря Бишко. Его пытались сжечь и инсценировать всё как самоубийство. Коллеги пострадавшего сообщили, накануне происшествия Бишко поругался с заведующим кафедрой Ярославом Рудаковым. Выяснилось, незадолго до пожара Рудаков был рядом с домом Бишко. Но что он там делал, говорить отказывался. В Сосенке. Парк Писаржевского. Оттуда до дома Бишко рукой подать. Да не было меня у Бишко. В парке был. Купил газету. Почитал. Подышал воздухом. А за временем не следил. Мы проверим. Газетку не выбросили? Пожалуйста. Монинг Стар. Свежий номер. Несмотря на железный занавес, в СССР свободно продавалась иностранная пресса на десятках языков. С одной оговоркой это были издания стран, соцлагеря или газеты и журналы Компартии капиталистических стран. Так в скрытой форме СССР финансировал мировое коммунистическое движение. Журналы моды из ГДР и Польши, юмористические и детские издания с прилавков «Союз печати» разметали мгновенно. А вот «Грандма», «Юманите» или британская «Морнин Стар» интересовала разве что преподавателей и студентов «Инъяза» для перевода на уроках. Добрый вечер, Александра Ивановна. Добрый. Ну что там? Да, целый день допрашивал этих посетителей банкета. Чем интересовался? Что пьют? Чем закусывают? Ну не без этого. Главное, что все сказали. Рудаков пришел с 20-минутным опозданием. Времени у профессора был вагон. Тут пешком 5 минут до бешко. А в парке что ему делать несколько часов? Холодно? А черт его знает. Гудывнинг, уважаемые. Вот такая вот пресса имеется? Как же, как же, да. Они, как правило, у нас долго лежат. А это, кстати, еще поступило надорванное. Думал, никто не купит. Ну, вы знаете, подошел мужчина такой солидный, с цветами. В кожаном плаще? Да. А вы откуда знаете? А когда он пришел, вы помните? Да. 17.01. Ого. Откуда такая точность? Язва мучает. А питаться надо по часам. И принимать лекарства точно по графику. Вот как раз вот этот ровно в 5 и зазвонил. И я доставал газету из прилавка. С 5 до 9 рудаков мог весь город обойти. Я извиняюсь, это вы про мужчину? Так он купил газету и сразу присел вон на ту лавочку. И просидел до 6 часов. Потому что в 6 я уже закрывался. Да, и кстати, я прогуливался с собакой. В 8 часов он был на месте. Это что, он вот так вот с цветами 3 часа сидел? Да. У нас это запросто. Это сейчас здесь парк. А до 50-х годов здесь было еврейское кладбище. Ладно. В 8 он тут. Дойти, выпить с Бишко, поджечь в ресторан. Не успел бы времени в обрез. А еще дождаться, пока Бишко отключится. Спасибо вам огромное. На здоровье. Получается, Рудаков не виноват. Вот заключение экспертизы. Так, на кармане брюк Бишко, те же чернила, что и в паркере. По мнению криминалиста, контейнер с чернилами треснул в результате удара или падения. Ну и ручка дала течь. Да-да, я знаю это. А вы проверьте. На корпусе отпечатки пальцев потерпевшего Бишко и другого лица, но не Рудакова. Причем чернила поверх отпечатков неизвестного. Так хорошо помните? Я, конечно. Ну получается, что после Бишко ручку никто не брал. Она выпала из кармана его брюк. Я вот только одного не понимаю. Фрума Квят. Что? Не что, а кто. Фрума Квят. Артем, ну вам же интересно знать, что Рудаков делал в парке? А? Само собой. Я же говорил, я не виноват. Вы нас здорово с этим парком запутали. Может быть, скажете, наконец-то, кому вы принесли цветы? Фрума Квят там похоронена. Это моя первая любовь. Мы с ней учились вместе. А этого не надо семье было знать. Это мое личное. Вот и решил повидаться. Ну что ж, извините нас, пожалуйста, за беспокойство. Всего вам доброго. Вы свободны. Все-таки мы на верном пути. Это ближний круг. Кто-то с работы. Да, кстати, пришли результаты экспертизы резиновых перчаток. И отпечатки с перчаток и шариковой ручки. Одни и те же. Те же отпечатки со стола бешком. На кафедре. Ну, зато мы теперь знаем, что незнакомец был вхож на кафедру и в дом в Бишко. Да так, что они даже пили вместе. И по стаканам. Я обнаружила на стенках стаканов остатки валюма. Мощный транквилизатор. Добавляли в кагур. А я бы с профессора на все сто подозрений не снимала. Если не сам там был, мог быть сговор. Мотив-то есть. Угу. Ну и когда бы они успели сговориться? Драка-то на кафедре произошла спонтанно. Все равно. Ищем того, кто оставил отпечатки пальцев на перчатках. Алло. Ох, вот как. Звонят из больницы. Бишко в коме. Здравствуйте, доктор. Что с ним стало хуже? А чему вы удивляетесь? Чудо, что он вообще выжил. Серьезные ожоги. Сильный болевой шок. Слушайте, я же хотел вам отдать эту вещь как улику или как ее. Вещь, док. Вы нашли что-то в одежде потерпевшего? Куда глубже. Я проводил интубацию, когда ему стало хуже. Трубка продвигалась тяжело. Короче, повредили пищевод. А там оказался посторонний предмет. Возможно, ему вставили его в глотку. Либо он сам прикусил. Но проглотить уже не смог. Отказали рефлексы. Я мигом. Простите, вы следователь по делу Игоря Бешко? Я слышал, вы только что об этом говорили. Я не следователь, но я веду это дело. А вы? Я Николай Антонюк. И самодельный любитель славянской истории. Я друг Игоря Бешко. Я и мои приятели. Мы волнуемся. Ну, я не знаю, вашему другу было хуже, но... Нет, нет, я не о том. Видите ли, вы тут суть в том, что как бы вам эта книга. Нашли ее? Велесова книга. Да. Ну, насколько я слышал, это сказки. Нет. Она существует. Я держал ее. Вот. Что это? А вы не догадываетесь. Деревянные дощечки. Докириллическая письменность. Велесова книга? Да. Не подделка? Есть экспертиза очень серьезных людей. Все подлинно. Это как туринская плащаница для славян. Святыня. Откуда? Откуда она у вас? А это тайна. Которую вы поклялись хранить. Нет, книгу мы не нашли. Это они. Это они. Кто? Заговор. Заговор. Понимаете? Чтобы извести слове. Это все работают на них. Прокуратура. Комитетчики. Это масоны. Слушайте, прекратите пороть чушь. Вашего друга сейчас такой масон прооперировал, что вам и не снилось. Заговор. Вот. Как изъяли, больше не трогали. Кисточка из цветных нитей. Хорошо. Спасибо, доктор. Я отвезу это в лабораторию. Найдите книгу. Передом заклинаю вас. Иначе сгинет вера отче. Экспертиза установила. В пищеводе пострадавшего обнаружены старинные нити. Краситель натуральный. Ну, что это за дело такое? Книга старинная, нити старинные. Что за шнурок вообще? Это кручек. Или какие-то... Вот. Таким шнурком завязывали горловину. Вышиванки. Ну, а кто в крупном городе в то время носил вышиванки? Нет, я понимаю, еще во времена Хрущева. Тут разгар 80-х и... Вот тебе вышиванка. Да еще и старинная. Откуда? Ну, вот вы и найдите ответ. Сышки ведь нашли? Артем, думайте. Да я думаю, думаю. Хорошо. Ну, что там у вас еще? Я что, бабушку топором зарубил или пивной ларек ограбил? Вышиванка. Какая вышиванка? Покажите нам, пожалуйста, свою вышиванку. Не ношу я вышиванок. Провалы в памяти недопустимы для ученого. Полюбуйтесь. Это я у вас на кафедре одолжила. Профсоюзное собрание. Этой фотографии лет пять. Понимаете, с тех пор я слегка располнил, и я ее не ношу. И все же покажите нам ее, пожалуйста. Пожалуйста. А что, если шнурок старый, а в новую рубаху вставленный? Сомнительно. Это как в новой туфле дедовы шнурки заправить. Смысл? Прошу. Шестьдесят первого года артикул. И давно не надевали. Запашок, чувствуешь? Может, еще видео показать? Дополнительное занятие через пятнадцать минут. Гуляйте. Как вы меня нашли? Руки. В черниле и в меле. Еле рукав очистил. Кто ж как не учитель? Дил, рассказывайте о ваших взаимоотношениях с Бишко. Где и как познакомились, встречались. Так, а что там рассказывать? Сошлись на почве интересов к истории дохристианской Руси. Организовали небольшой кружок, изучали литературу летом, реконструировали обряды славян. Вот только это Сажень Великая, двести сорок восемь. А от нее идет Сажень Бесчеты. Сейчас, я вам покажу. Одну секунду. Сейчас. Вот, смотрите. Вот. Это мы на Днепре, на Ивана Купала реконструируем обряд наших предков. Это что на вас? Вышиванки? Ну, какие вышиванки? Мы же не в казаков играем. Даже и у Русичей были рубахи, но не вышиванки и косоворотки. Это мы сами сшили. Бишко среди ваших распространялся о книге? Нет. Осторожничал. Мы только изредка зачитывали фрагменты из Велисовой книги. Но о своем экземпляре не упоминал. Только мы ее нашли. Иначе от этой ценнейшей книги останется только пару листиков. Не понял. Я вам покажу. Вот. Это я сделал экземпляры. Там резьба по дереву. Так что мы как пацаны с монеткой и карандашиком. Прикладываешь и рисуешь. Это он вам дал? Да. Ух ты. Зять будущий всех провел. Вот смотрите. На этой стороне копия страниц Велисовой книги. А здесь чертежи раскопки. Руководитель экспедиции Войтенко. Каково? Может это просто случайность? Попались листы археологического отчета. На них копии сделали. Да нет. Я не верю в такие совпадения. На эстфаке надо искать. К декану идти. Чанцев пошел к декану. Ну что декан скажет? Это деканат. Чиновничья контора. Все материалы по раскопу хранятся на кафедре всеобщей истории. Это вам к Войтенко идти надо. А что он за человек? Пробивной. Активный. В научной среде свой. Хотя как ученый. А с Бешко они дружили? Они дружили. Пока не случилось. Словом, Войтенко уехал в Москву и все. Поманили его. Но не сложилось. Вернулся потом. А что случилось? Они поссорились из-за чего? Я не хотел бы об этом говорить. Я ученый, а не сплетница. И так Бог знает, что подумает после нашего разговора. Вы идите к Рудакову у него и спрашивайте. Да при чем тут Рудаков? Они из-за дочки его поссорились. А детали не ко мне. Извините. Не интересуюсь. Здравствуйте, Оля. Ольга Сергеевна. Ольга Сергеевна. Я хочу поговорить с вами о личных делах ваших коллег. Естественно, все останется между нами. Ничего между нами не останется. Обращайтесь к ним. Чтобы я на рабочем месте да за глаза. Кем вы меня считаете? Самой красивой женщиной во всем этом здании. Серьезно. Вы меня простите, что я с вами... В общем, мы могли бы поговорить не здесь, а где-нибудь в кафе? Вы серьезно? Или так хотите заполучить информацию? Это серьезно. Но просто чем быстрее я получу то, зачем я сюда пришел, тем быстрее мы сможем с вами встретиться. Если, конечно, у вас, Ольга Сергеевна, нет других планов. Только учебные. Ладно. Минуту. Вот. Это реферат Бишко. Там есть одно письмо, он забыл вынуть. Я прощаю тебе измену, но не прощу того, что ты это сделал так подло и прилюдно. О чем это? Чье это письмо? Это письмо дочери нашего профессора Рудакова, Гали. Она встречалась сначала с Войтенко, потом с Бишко. Тогда-то Войтенко и уехал. А с Бишко все серьезно? Заявление подали. А потом бац, и Бишко изменил ей, закрутил с другой. Но тогда-то, как из-под земли, Войтенко нарисовался. Подхватил, поддержал. И вот дело к свадьбе идет. А Войтенко с Бишко после того общались? Как отрезало. Первый раз Войтенко был на юбилею профессора. Забирал пьяного Бишко на такси. Забрал его вещи со стола, загребил его пьяного и ухуд. Спасибо, Оля. Не здесь. В шесть в старой башне. Годится? Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Что вы, я ненадолго. Мне на кафедре сказали, что вы отгул взяли. Да. Ленина конспектирую, скоро занятие. Чем обязан? Я хотел только спросить, где, собственно, вы были после пьянки на кафедре? Здесь был. Да, я поужинал и лег спать. Не один. С невестой. У нас что-то намечается? Возможно. Ну и в честь чего это? Просто так. Даю отца юбилей. А потом? А потом перекусили и легли спать. Я сразу уснул, проспал до утра. И Галяна может подтвердить. Я понимаю, ваш долг спрашивать, но я надеюсь, вы меня не подозреваете. Нет, что вы, конечно, нет. Спасибо большое. Ах, да, да, чуть не забыл. Это ваш чертеж. Да, похож на мой. Но я все в открытом шкафу держу, кто угодно мог взять. Не переживайте. Мы проверим. Там остался отпечаток пальца карандашный. Да, еще. У вас есть вышиванка? Да я же современный человек. Откуда? Не верите? Можете посмотреть. Я же говорю, я подписку давал. Я с органами сотрудничаю. У меня здесь ничего нет. Смотрите. Олимпийка. Свитер. Так, костюм парадный. Замшевый пиджак. Вышив... Вышиванка с недостающим шнурком. Ну, вот и все. Считаете, дело раскрыто? Конечно. Результаты дактилоскопии подтвердили, что это Войтенко. Вот. Его пальчики на перчатках с подъезда Бишко, на миллиметровке, на ящике рабочего стола. И это не все. Даже тальк с перчаток на брюках от его парадного костюма. Артем, там в деле еще есть его признание в покушении на убийство. Знаете, что я думаю? Интересно. Как хорошо, что следователь женщина. Иначе мне попало это дело ко мне в архив. Да, это я сделал. И копии из книги я снимал, и ящик стола открывал. Там просто были акты экспертизы вели совой книги, и надо было забрать. Совершено покушение на преподавателя Днепропетровского государственного университета Игоря Бишко. Его пытались сжечь и инсценировать все как самоубийство. Сыщики выяснили, Бишко конфликтовал со своим коллегой, археологом Войтенко. Мужчины не могли поделить невесту, дочку заведующего кафедрой, Галину Рудакову. Войтенко задерживают. Его отпечатки пальцев на перчатках, найденных в подъезде Бишко. На допросе следователя он сознается в содеянном, но некоторые нюансы говорили, что это самооговор. И где она? Да нет ее, и не было никогда. То, что хранил у себя этот лопух, это подделка. Он думал, что страница с дуба, а это липа. Я сам это придумал. Мистификация. Чтобы Бишко вляпался и как ученый больше никогда не отмылся. А Фолиант мне сделал мой друг, реквизитор с мосфильма. Не вопрос, старик. Знаешь, сколько я этой старинной ерунды сделал. Но это будет стоить. Я деньги достану. Так главное, сделай. Хорошо. Я когда эту подделку получил, я акты экспертизы сам написал. Сначала все хорошо шло, но он что-то заподозрил. Я на пьянке с ним поговорил, когда разнимал, и он сказал мне, мол, подделку раскусил, иду в милицию. И вы его убили. Так а что мне осталось сделать? За поддельные акты светил срок, и я пришел к нему, напоил и поджег квартиру. А кисточка как у него во рту оказалась? Кисточка? А, да, кисточка. Я не помню, какой кисточки. Я ведь не себя был. Буслова, а где вышиванка по делу Бишко? Сейчас. Вот. Надевай. Надевай, надевай. У меня на размеры глаз наметанный. Рубаха женская. Крой женский. И кого же так можно защищать, чтобы взять вину за убийство на себя, как нелюбимую женщину? Галю. Галина Ярославовна. А отца нет. Мы к вам. Мы за вами. Значит, догадались. Ну, стало быть, и хорошо, что его нет. Не увидят. Поедем. Куда? На обыск. Начинаете. Черт возьми. Как же я сразу не обратил внимания. Это же вы. Бабушкина рубаха. Она с Волыней, я туда каждое лето ездила. Подарок старинный. Валин, Дмитрий Николаевич, это тот же препарат, который мы нашли в квартире Бишко. В рюмках. Тот же. Это я его подмешала. Там у Игоря дома. Почему вы так поступили, Галя? Расстались давно, время прошло. Что случилось? Да-то пьянка, будь она не ладно. Велесова книга. Страшно, профессор? Ничего, скоро лопнешь. Как мыльный пузырь. Скотина я, да, Галя? Да, скотина. А я все потерял. Знаешь, думала, она мне даст все, а она все отобрала. А мне тебя так не хватает. У нас мог бы быть ребенок. С ней рожаю. Слушай, я ж не из-за бабы ушел, а из-за Велесовой книги. Поднимайся, потеряй свои сопли. Твоя. Забирай и поедем. Влад. В тот момент я и узнала, из-за чего он меня бросил. Что сделка я знала, а что из-за книги я не знала. У меня из-за нее нервный срыв был, выкидыш. Таблетки с тех пор пьем. Все же непонятно, почему вы расстались. Вы сказали, сделка. Отдельная песня. Собственно, с песней все и началось. Айтанка вернулся из Москвы 30 марта в день моего рождения. Солнышко лесное, где, в каких краях, встречусь я с тобою. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Простите, что без приглашения. К вам можно? Идемте покурим. Идемте. Старик, у меня к тебе дело есть. Нужно поговорить. Давай поговорим. Не может быть. Это то, что я думаю. Понимаешь? Нашел одного старика в Подмосковье. Я уже провел экспертизу, установил подлинность. Я сразу о тебе подумал. Спасибо. Спасибо. Давай выпьем. Но условия. Да. Ты бросаешь ее, уходишь с треском, безвозвратно. А ты подхватишь. А через неделю я застукала Игоря с одной шалавой у него дома. Я тогда не понимала. Думала, что они так со мной? Грызла себя. Кассету не слушала. Не до того. Месяца полтора назад разбирала записи и все услышала. И решили отомстить? Да. Решила. Хотелось обоих. Как лошадь мне на базаре продали. Меня и ребенка моего. Придумала план. Сначала Квайтенко разыграла сцену страсти. Открыли вино. Я ему подмешала снотворное. Через минут двадцать он отключился. Спи, дорогуша. КПЗ тебе не до сна будет. Спасибо. Ключи от квартиры Игоря у меня были. Забыла тебе их вернуть. Может, у тебя найдется что-то выпить? Знаю, что ты не пьешь, но мало ли. А, да, да. Конечно. Проходи, садись. Принеси салфи от. А, да. Ничего страшного. Давай, давай. Покажешь книгу? Да, вон валяется. Слушай, книга, это вообще не важно. Да как же не важно? По значимости, это как находка Троя Шлиманом. Троя Шлиманом. Ну, прости, что-то я это раздевался. Что же ты наделал? Кого ты меня превращаешь? Галя, что ты делаешь? Ничего, скоро это все закончится, я тебя больше не буду. А, помоги мне. Троя Шлиманом. Троя Шлиманом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прощай... Подожгла, подбросила улики... И в машину... Убедилась, что рванула все... Уехала... Зачем ключ двери сломали? На нервах... А может, хотела... Для гарантии... Чтоб не вышел... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok